Голосование за объекты благоустройства в Наринмаре теперь стало еще более доступным. Молодежные центры совместно с Департаментом внутренней политики по предварительной договоренности с организациями отправляют в офисы компании волонтеров. О том, как происходит голосование на рабочих местах, в сюжете Елизаветы Кабановой. Девушки, на планшетах которых установлено специальное приложение, кратко рассказывают о проектах. Человек выбирает понравившийся объект, вводит свои данные, после чего ему на телефон поступает звонок со специальным кодом. Вот и вся процедура голосования. Мы по организациям ходим по предварительной договоренности, поэтому посидели уже более 15 организаций. А вообще охотно люди голосуют? Да, бывает такое, что даже приходишь в организацию, многие уже сделали выбор самостоятельно через портал госуслуги. 14 мая волонтеры пришли и в офис телеканала «Север». Сотрудники охотно отдавали свои голоса за понравившийся объект благоустройства. Это очень удобно, что ребята сами пришли, потому что ты помнишь, что нужно проголосовать, но бывает из-за загруженности забываешь. А так они сами пришли, ты за три минуты проголосовала, выразила свое мнение, скажем так, внесла свой вклад в развитие города. Я, кстати, проголосовала за детскую площадку по улице Ленина. Напоминаю, среди объектов голосования формирование комфортной городской среды – экотропа в Сахалинском лесу, общественная территория в микрорайоне «Калюш» и игровая площадка в районе улицы Полярных лётчиков. Сделать свой выбор вы можете самостоятельно на сайте 83.городсреда.ру. Голосование продлится до 30 мая. Елизавета Кабанова, Леонид Шишелов, Антон Водряков, Телеканал Север.